здравствуйте вы знаете вот не все любят нашу недельную главу биху катай ну как не все любят горькое лекарство вообще это великая глава давайте два слова не и скажем биху катай телеху можно перевести дословно как если по законам моим будете ходить или пойдете точнее пойдете сказано что человека ведут по тому пути по которому он сам хочет чтобы его вели раньше кстати говорил что если будет правильно ему помогают если плохой не мешают все объясняет наши мудрецы что здесь имеется ввиду что жизнь вот в мире называется алиха ходьба если мы по-настоящему захотим чтобы вот идти например дорогой тора да то и тора будет вести нас всю жизнь таким образом вот первые слова этой недельной главы они великие говорят так если вы будете жить в этом мире ради моих законов и следовать иметь то и тора будет сопровождать вас но это в идеале да вообще обратите внимание что здесь происходит к народу в целом применился тот принцип который уже один раз бог растолковал человеку когда у него была ситуация с каином что он каину сказал чего ты паник лицом если станешь лучше возвысишься если нет у входа грех твой лежит то есть грех желает властвовать над тобой но ты власть над ним все твое дело выбор за тобой это бог сказал и теперь он сказал народу вы свободны поступать по собственному выбору как хотите в любой стране в любом нового действия не будут без последствий люди делают что хотят но говорят как такое могло произойти как такое могу все описывается в этой недельной главе нельзя оставаться великолепном здоровье если обжираешься с утра до вечера и сидишь на одном месте нельзя получить уважение людей если конченый эгоист нельзя сохранить сплоченность общества если ты позволяешь все время несправедливости брать наверх и говорит это не мое дело нельзя предотвратить разрушение основ какого-то свободного милосердного общественного строя если и правители пользуются властью только в личных интересах или навязывают народу бредовые идеи там назовем их евровидения в этих идеях нет ничего мистического бог не говорит все постижимо все это идеи нравственные да он говорит я управляю так миром обратите внимание что тут есть еще и ответ очень серьезный перед лицом страдания перед лицом неприятности у каждого человека и у нации у народа там обычно может возникнуть два вопроса первое что я сделал не так что мы сделали не так там в чем где а второй вопрос кто это нам наделал кто-то кто в этом виноват и смотрите 2 давайте не так это вообще коренная вещь всегда в любой ситуации в жизни человек задает себе один или второй вопрос если звучит 2 кто виноват да то порождается явление это культура жертвы то что говорят картина мира для человека становится такая источник зла где-то во внешнем мире он не внутри человека человек не виноват я хороший все все нормально и друзья у меня такие замечательные это мир так вот неправильно поступил кто-то другой как назовешь этого другого не имеет значения дело не в том что вообще все внешняя причина эта логика очень соблазнительная во-первых сочувствует тебе во-вторых сопереживают да но это разрушительная логика говорят мудрецы это заставлять человека приучать себя считать вот ну как бы объектом на который возникнут внешние силы и он никто 0 до песчинка гвинтик да кто-то что-то делает с народом с людьми там а мы ни при чем рождается гнев рождается ярость снизу чувство несправедливости но это не приводит человека к свободе потому что в этом мировоззрении повинуясь такой логике человек отрицает ответственность человека за обстоятельства которых он прибывает склонность винить других она ведет к самоубийству свободы так сказали наши мудрецы я тут ни при чем напротив видеть во всем свою проблему и винить себя значит вступать на очень тяжелый тяжелый путь жить под этим на это сам путь самокритики самокопания таким образом редко приходят душевному покою зато здесь есть уверенность собственных силах и благодаря тому что мы признаем ответственность за по всем что случилось за все беды на себя мы способны проложить правильный путь в рамках условий заданных вот нашим заветом вот этим вот да исход за событий вот в мире когда все говорят что будет зависит от нас ни от кого больше не зависит я предложил вам жизнь или смерть выбери благословение или проклятие выбери выберите он просит выбери жизнь выбери благословение кабала говорит что судьбы народов и каждого человека зависит не от внешних факторов не от такого богатства или силы там или превратности судьбы от нравственной ответственности идет она к тому обществу который бог не отношено обречено а политика так и ответственность такой и и в человеке и в стране очень сложное дело и проклятие нашей главе далеко не утешительные но есть утешительное завершение этих проклятий написано что когда заставят уже обстоятельства взять ответственность на себя да тогда появляется возможность возрождаться написано в конце великие слова при всем при том я ими не пренебрег и не вознушаюсь далее чтобы их истребить или чтобы нарушить завет мой с ними вспомню для них союз вот пока у нас надежда на это брахава от слаха